привет привет Влад опять ты опять с камерой расскажи интересную историю о гильзовке блока и что это за блока это у нас G4KE их не часто гильзуем их часто мы промеряем смотрим если с цилиндрами все нормально бывает просто хайнингуем в этом случае у нас незначительные задиры но больше всего мы его сейчас будем гильзовать из-за того что у него большой эллипс эллипс уже никак не исправить кроме как за гильзовать блока слушай а если чего эллипс? ресурс? ресурс может быть и перегрев и стиль вождения и много факторов которые могут к этому привести в первую очередь да ресурс сколько проехал конечно я не могу сказать не знаю но этот двигатель уже собрали делали капиталили собрали на китайском колене на китайской поршневой не гильзовали в итоге жор масла застучало колено чтобы сейчас предотвратить жор масла и мы сейчас поставим оригинальное колено загильзуем на оригинальных поршнях колечки новенькие и поедет никакого жора масла не будет все будет четко защипись ну давай померим посмотрим что покажут ну давайте с любого цилиндра начнем вот с первого допустим плюс четыре соточки у нас а если мы вот так померим то у нас будет ноль четыре сотки эллипс это достаточно много и так абсолютно в каждом цилиндре так 3 так вот у нас вот три сотки следующий цилиндр у нас тут плюс четыре с половиной а тут ну тоже три сотки нет ну вот они четыре тоже ну все везде и по четыре сотки вот здесь вообще пять задир у нас на кае только при перегреве бывает но я думаю до этого гаражах когда этот мотор перебирали я думаю этих задир не было поэтому они не стали гильзовать собрали на китайскую поршневую причину тому что теперь есть задиры лично мое мнение но я думаю даже в гаражах бы на задиры не стали бы собирать я думаю двигатель знаю виде задир поэтому они скорее всего увидели что нет задир естественно ничего не мерили поставили китайскую поршневую который не соответствовал тепловому зазору и вот и надрала тут уже цилиндр поэтому мы сейчас будем это все исправлять загильзуем и поедет дальше это двигать все окей погнали о чем у нас сейчас алгоритм действий какой мы сначала старый гильзы вынимаем но тут их не вынуть просто сточить вот таким способом на сейчас вот на размер новый почти оставляя две десяточки на чистовую проточим потом проточим чистовую придадим гладкость чистоты максимальное облегание гильзы блоку цилиндров чтобы была максимально хорошая теплоотдача и все все погнали сейчас один покажу что у нас по времени сколько примерно часа три с половиной уходит загильзовать один блок можно быстрее но тогда будет некачественным мы же делаем некачественным вот посмотри сейчас конкретная полоса отделяется чистовую мы точили черновую точили а вот сейчас чистовую мы чистовая настолько гладко как попка младенца это для максимальной теплоотдачи мы делаем расточили каждый цилиндр под каждую гильзу гильзы потому что все равно в сотых миллиметров бывают разные вот они у меня все подписаны вот от я так подписываю вот от круглого размера нашем случае это 97 это 96 95 это 91 вот на каждую гильзу у нас определенный натяг и мы получается проточили блок под натяг абсолютно каждый гильзу помните подписаны гильзы были от круглого размера также мы теперь и поршня подписываем в данный момент вот у нас 88 это по штангель циркулю по померите будет 88 померите по микрометру будет 79 98 вот минус две сотки от круглого размера и тут все то есть что то же самое сейчас проточим черновую оставим две десяточки на чистовую проточим чистовую и потом будем ханиковать оставим на хон и в данном случае я всегда оставляю 5 от 4 до 6 идеал 5 соток на хон у меня есть талисман который всегда следит за мной не дает мне ошибиться и прочее вот это дед джамал с бутылкой в руке и с палкой в руках ну чё мы подходим к этапу последнюю или крайнюю отхонигуем ну и потом может плоско сделаем еще так выставляем сейчас тот зазор что нам нужен и округлость самого цилиндра проверяем так кукуляля давай поехали тоже мы сейчас чистовым пройдемся ну чтобы убедиться сейчас еще раз посмотрим размер вот у нас пять тысячных погрешность есть конечно но тут мы же не на космонавтику работаем поэтому все в допуске все вы знаете что такое пять тысячных это 5 микрон это пять тысячных одного миллиметра это вот делим миллиметр тысячу раз и оттуда вот берем всего 5 чем еще рассказать всем счастливо оставляйте отзывы обращайтесь и поможем вам загильзовать расточить от хониговать шлифануть вышлифовать у нас есть вот как есть круглый шлифовальный станок он может вам по кругу шлифовать либо же криво шит может можно выставлять любую высоту выставлять в эту высоту в ноль и шлифовать и у нас есть самое она прекрасная плоская шлифовка размерами стола 2000 на 640 миллиметров магнитного стола можем вам шлифануть вышлифовать любую плоскость обращайтесь воем за для этого у нас конечно есть андрюха это шлифую не я но андрюха тоже неплохо это делать всем пока обращайтесь у меня Продолжение следует...